Здравствуйте, коллеги, дорогие товарищи! Мы продолжаем цикл лекций, посвященный проблемам социальной философии современного марксизма. Естественно, это только вводный курс, мы говорим о каких-то основных понятиях, связках, проблемах, перспективах, не более того. Ну и этот курс, безусловно, включает некоторые азы, которые повторяют учебники, существовавшие в 20 веке во многих странах мира и существующие до сих пор, опять же таки, во многих странах мира. И, естественно, мы все помним, что марксизм многообразен. Одной из лекций я неслучайно посвятил многообразию философских течений марксизма. И вот это многообразие, оно принципиально важно для того, чтобы понять, что наше направление сложно, внутренне противоречиво, оно по-разному связано с общественно-политическими практиками. И это принципиально важно. Но то, что касается сегодняшнего разговора, то он будет посвящен социальной философии марксизма. Я думаю, мы только начнем этот разговор и три его основных темы, естественно, уложить в одну лекцию не удастся. Поэтому далее будет много дополнений, а может быть и даже один из вопросов придется перенести на следующий раз, на лекцию через неделю. Ну а для тех, кто смотрит в ютубе, они могут оказаться близкими по времени и пространству или наоборот отделенными месяцами, как вы захотите. Итак, социальная философия марксизма и марксистской философии истории. Это тема, которая раньше во всех университетах читалась студентам на протяжении как минимум одного семестра, а в школе на протяжении как минимум одной четверти, в десятом классе, это был тогда выпускной класс. Мне придется все сделать гораздо жестче, короче, но надеюсь все равно содержать. Мы остановимся на нескольких вопросах, на формационном подходе и структуре общественно-экономической формации. Это будет первый вопрос. Второй вопрос будет посвящен историческому развитию и осмыслению исторического развития, исторического прогресса, регресса в социальной философии марксизма. Я кое-что повторю из лекции по диалектике, поскольку диалектический метод я старался раскрыть на примере социальной материи. Третья большая тема, ну или третий вопрос, тема социальной философии марксизма, это очень важная дискуссия представителей формационного и цивилизационного подходов. Причем последний цивилизационный подход во многом является и пространством, в котором работают представители марксизма. Давайте посмотрим на первую же тему, на формационный подход. Его суть материалистический, диалектический взгляд на общество, причем как следствие диалектики, общество в его развитии, а значит исторически развивающиеся, исторически изменяющиеся. Материалистический, значит мы ищем материальные общественные отношения, которые определяют все остальные формы, формы общественного сознания. Вот это два очень важных тезиса, они прямо, последовательно связаны с позицией марксизма по основному вопросу философии, по вопросу о диалектике или метафизике. Ну, основной вопрос материально идеально, и естественно, следующая тема, которая встает автоматически, это диалектика и метафизика. Материалистический, диалектический взгляд на все предполагает материалистический, диалектический взгляд на общество. А если мы на общество смотрим материалистический, диалектический, то это означает, что мы выделяем объективные, независимые от общественного и индивидуального сознания отношения, которые в свою очередь лежат в основе вот этого самого общественного сознания и во многом детерминируют индивидуальное сознание. Раз. Мы смотрим на весь процесс в развитии, а значит, исторический два. Это я только что сказал. И третье, что я еще не успел сказать, но что для вас, наверное, уже очевидно, это то, что мы выделяем качественные скачки в этом развитии, а не просто рассматриваем его как некий бесконечный процесс эволюции, без внутренних качественных изменений. Общество оказывается в историческом процессе, развивающемся организмом, переживающим качественно различные состояния. И переход от одного к другому является революционным, даже если исторически он происходит плавно и кажется, что никаких революций не было. Точно так же, как я уже 10 раз приводил этот пример, есть проблема, а может быть, вам и не приводил, таяние лесного прудика, в котором лед незаметно превращается в воду. Но к этим вопросам мы еще вернемся. К переходам между общественно-экономическими формациями, проблемам реформы, революции, переходов между этими системами и, соответственно, прогресса и регресса. А сейчас давайте начнем с того, что когда-то нас заставляли учить наизусть со структуры общественно-экономической формации. Итак, общественно-экономическая формация. Первый вопрос нашей лекции. Материалистический взгляд на историю говорит, в этой общественно-экономической формации должны быть материальные основания и идеальные. И адекватно этому подходу марксизм выделяет базис, материальные основания и надстройку. То идеальное, что формируется этими общественными материальными основаниями. При этом, однако, очень важно помнить, что идеальное – это не просто то, что сидит в человеческой голове. Хотя, знаменитая фраза из предисловия «Капиталу», написанная Марксом, напомню эту фразу, «Идеальная есть материальная, пересаженная в человеческую голову, преобразованная в ней». Это первый правильный шаг к пониманию идеального, но не более того. Первый шаг, как введение, как вешалка, с которой, как известно, начинается театр. Все-таки не исчерпывает все. Если остаться в гардеробе, то, видимо, вся прелесть спектакля для вас пропадет. Так и здесь. Идеально это представление в общественной практике, независимых, объективных, общественных и не только общественных, материальных, давайте еще раз это скажем, процессов явлений, отношений в других материальных предметах. Точно так же, как мы сейчас реальные отношения общества представляем в виде лекции Бузгалина. В принципе, это колебания звука, какие-то движения электронов, какие-то записи в памяти. Вот Павел смеется над моей физической безграмотностью. Хорошо, электроны никуда не движутся, я согласен. Хотя в компьютере там какое-то электричество же бегает, значит, электроны тоже. Так что издеваться надо мной надо в меру, друзья. Я, конечно, безграмотен, но не до последней степени. Хорошо, поехали дальше. Итак, значит, это вот первое представление, базис и надстройка. Давайте будем все это рассматривать на примере того, что нам близко, на примере общественной экономической формации, которую в марксизме называют буржуазной или капиталистической. Вот мы сейчас живем в этой формации. В мире, где есть капитал, где есть собственники капитала, где есть наемные работники, где есть очень много всего разного. Политические формы, идеологи, вот всякие такие вещи. Сразу могу сказать, это будет опять примитивное представление на уровне введения, что базис это все, что относится к экономике и к технологиям, а надстройка это все, что относится к политике и всему остальному. Социальные отношения, социально-классовые структуры, это такой переходник, трансформер, который связывает одно с другим, и мы сейчас будем с этим разбираться. Вот это самая простая схемка, которую я могу вам предложить. Внизу экономический базис, наверху политика, идеологическая надстройка. А дальше давайте разбираться более тщательно и внимательно. Вот этот экономический базис в марктизме называют способом производства. И способ производства, термин, категория, которая довольно правильно выражает содержание. Вот здесь слова способ и производство, они очень хорошо и адекватно отражают суть дела. Во-первых, речь идет об общественном производстве. Вот здесь поставьте для себя восклицательный знак. Очень большая часть, доминирующая часть экономистов сегодня производством занимается очень мало. Они занимаются такой частью общественного процесса производства, как рынок. Сфера обмена, прежде всего. Сфера купли-продажи всего, чего можно и всего, чего нельзя. Начиная от обычных материальных продуктов, типа автомобилей или колбасы, и заканчивая честью, совестью, симулякрами и всем остальным, что можно продать, получив деньги. Вот поэтому акцент на производстве очень важен. Рассмотрение общественных отношений в производстве, технологии производства как основы, это то, что отличает марксизм во всех сферах. Даже если вы занимаете политикой, то все равно надо посмотреть, какие общественные отношения в сфере производства складываются. И тогда вы сможете понять, почему работяга, вопреки своему классовому интересу, все-таки голосует за, я постараюсь оттайну раскрыть, за правых, за политические партии, представляющие интересы капитала. Хотя это, по идее, парадокс. Но, тем не менее, это вполне объяснимое явление. И объясняется, корни его объяснения лежат в сфере материального производства. Не только в сфере того, что этому работяги вешают лапшу на уши, как из всех возможных и невозможных источников, кажется, даже из водопроводного крана. Вот. Поэтому вот этот акцент на производстве принципиально важен. Способ производства, материальная основа. Почему способ? Потому что эти способы различные. Это и эволюционное развитие, и революционные скачки. Зафиксировали. Это несложно. Второй шаг более важен. И давайте я все-таки включу на время простейшую схемку. Вот. Значит, способ производства на этой картинке, это видно. Объединяет производительные силы и производственные отношения. Давайте начнем с производительных сил. У нас тут логика ненормальная. Вообще нормальные люди читают сверху вниз, слева направо. А мы с вами будем читать снизу вверх, начиная с базиса, да, с того, что лежит в основании. Так вот. Производительные силы. Сейчас будет скучно. Они предполагают, что есть средства производства. Это орудия труда, оборудование, здания, сооружения, инфраструктура, транспортные системы, трубы, газопроводы, электросети и все остальное. С одной стороны, средства производства включают орудия труда, да, инфраструктуру и предмет труда. То, из чего делают. То, чем делают, то, из чего делают. Инфраструктура при помощи чего делают, если так упрощенно. Соответственно, предмет труда – это сырье, материалы, куда относить энергию. Как философы, марксисты и экономисты, марксисты спорят. Нет. Давайте этот спор оставим для них. Мы сейчас в этот вопрос входить не будем. Во времена Маркса специально этот вопрос не рассматривали. Тогда была паровая машина, это была машина, это было орудие труда. И тут вопросов не было. Важно другое, что кроме средств производства, вот этой материальной, вечной стороны, есть еще и живой труд. Труд работника. Человек как производительная сила. Подчеркиваю, человек не только производительная сила. Опять поставьте восклицательный знак. Человек и производительная сила, и многоплановая личность, субъект культурный, духовный и так далее, жизни. В общем, очень сложное явление. Человек как и общество – это вот вся общественно-экономическая формация. Я, извините, сейчас на секунду отвлекусь, я чуть-чуть забежал в следующую тему, в следующий вопрос. Но просто сразу хочу сказать, что определение человека в марксизме, человек как ансамбль общественных отношений, показывает, что человек как капля воды, является своего рода копией моря, океана, общественной жизни. В нем есть все те же пласты, что и в обществе. Он и часть производительных сил, и актор производственных отношений, и представитель определенной социальной структуры, и носитель определенной идеологии, и так далее, и тому подобное. Человек в этом смысле то же самое, что общество, только личность один. А сейчас давайте посмотрим вновь на производительные силы. Итак, с одной стороны, средства производства, с другой стороны, человек как работник. Человек как работник обладает определенной способностью к труду. Я специально, я сейчас говорю, не выносил определения на экран. Я хочу, чтобы вы меня слушали, думали, и то, что нужно, записывали. Человек как производительная сила обладает способностью к труду. И эту способность к труду называют рабочей силой. Вот, кстати, эту способность к труду мы с вами продаем на рынке, когда приходим наниматься на работу. У кого-то эта способность состоит в том, чтобы профессионально обращаться с метелкой. У кого-то в том, чтобы выполнять обязанности слесаря шестого разряда. Это очень сложная работа. Меня несколько месяцев учили работать на токарном станке. У меня из этого получилось очень мало. В школе нас учили этому делу. Поэтому я даже до первого разряда не добрел. А шестой это очень серьезно, на самом деле. У кого-то эта способность состоит в том, чтобы осуществлять еще более трудные, многообразные виды деятельности. Сразу оговорюсь, когда мы переходим в пространство творчества, говорить о рабочей силе уже нельзя. Рабочая сила растворяется во всех остальных личностных качествах человека. И здесь уже работает все сразу. Культура, личность, в общем, тут все много сложнее. Кстати, слесарь шестого разряда, это уже грань между репродуктивным и творческим трудом. Поэтому этот пример в качестве представителя, человек как носителя рабочей силы, уже не очень корректен. Итак, человек как рабочая сила с одной стороны, средства производства с другой стороны. Вот два основных слагаемых производительных сил. Способ, при помощи которого функционируют средства производства, их качественная специфика, их содержание, их взаимосвязь. Это технологии. Это может быть доиндустриальная технология, когда мы используем ручные орудия труда в традиционных рутинных процессах. И эти рутинные процессы воспроизводятся тысячелетиями. Я подчеркиваю, не десятилетиями, а даже тысячелетиями. Это может быть переход к индустриальной системе. И индустриальная система на первом этапе своего развития. Это будет просто станок, в первую очередь ткацкий станок. Чуть позже важнейший сдвиг в технологиях. Это будет паровая машина и все, что связано с ее деятельностью. Вот, собственно, паровая машина, пароход, паровоз, рождение железных дорог, фабрики, что очень важно. Человека, как придатка машины, станка или какой-то другой системы. Это уже индустриальный способ производства, над которым настраиваются соответствующие производственные отношения. Это индустриальные производительные силы, индустриальная технология. Далее мы переходим к конвейеру, к электричеству. Ну и сегодня рождаются нубикс технологии, нано, био, информационные, когнитивные и так далее. И переход в это пространство рождает новые производительные силы. А человек, по идее, на базе этих технологий может выполнять уже функции творческой деятельности. Вот эти технологии, естественно, соединяются в процессе труда. И труд это, прежде всего, деятельность общественного человека, использующего средства производства. Вот это то, что вам абсолютно необходимо знать. Про этапы развития технологии вам тоже очень полезно знать, что есть доиндустриальные, ну хотя вот в таком грубом приближении, есть индустриальные технологии, они господствуют до сих пор. Большая часть мира, это индустриальные системы, это автомобили, даже если эти автомобили разводят продукты для супермаркетов, это станки или конвейеры, это железные дороги или корабли, и даже самолеты реактивные, это тоже индустриальные технологии. Развитые, но индустриальные технологии. Вот эта система работает в большинстве пространств земного шара. Сегодня. Есть детали, которые можно знать, можно не знать. Выделяются разные технологические уклады. Это уже членение внутри, доиндустриальных и индустриальных, и того, что можно условно назвать постиндустриальными. И это членение предполагает выделение первого технологического уклада, это ручные орудия труда и энергия, природная энергия, ветер, вода, вол, лошадь, сам человек в качестве вола. И вот в данном случае именно эта энергия, эти орудия труда образуют первый технологический уклад. Второй технологический уклад предполагает образование мануфактур. И далее, третий, это пар и машина, фабрика, железная дорога, пароход. Четвертый технологический уклад электричества и конвейер. Пятый, атомная энергия, компьютер. Далее, вот мы с вами уже говорили. Несколько слов по поводу постиндустриальных технологий. На эту тему идет большой спор. Собственно, термин постиндустриальное общество появился как обозначение не столько новых технологий, сколько новой структуры общественного производства. У общественного производства, естественно, есть еще и траслевая структура. Вот в этой траслевой структуре с второй половины 20 века стала доминировать торговля и все остальные слагаемые сферы услуг. Сферы услуг по разным классификациям иногда включают. В сферу услуг по разным классификациям иногда включают торговлю, иногда нет. Иногда торговля отдельно, сфера услуг отдельно. Иногда сфера услуг – это и торговля, и сервис в узком смысле слова. Большинство статистик устроены именно последним образом. Сфера услуг – вообще все, что не непосредственное материальное производство. Впрочем, здесь тоже много условностей и неточностей. В любом случае, постиндустриальное общество – это общество, в котором доминирует сфера услуг, а не сфера индустриального материального производства. Этот термин много подвергался критике, особенно в связи с процессом деиндустриализации, разрушения материального промышленного производства в развитых странах, в США и в Западной Европе в меньшей степени. В США, во многих других странах мира, в России деиндустриализация стала следствием перехода к рынку. Но это особая тема, если интересно кому-то, я вам порекомендую литературу. Вот это просто некоторое введение. Давайте вернемся теперь назад, да, к производительным силам. Итак, средства производства, человек как работник, при этом надо выделить проблему укладов, надо выделить проблему, чего еще, связи вот этих технологий воедино. Общественное производство – это не только производительные силы в их движении. Да, извините, я забыл нюансик, который мне не простили бы экологи. Безусловно, и важнейшим аспектом функционирующих производительных сил является проблема взаимодействия человека и природы. И это взаимодействие, опять-таки, в зависимости от типа материального производства, может быть очень разным. Это может быть прежде всего и очень жесткая зависимость человека от природы. И на этапе, когда мы используем первый технологический уклад, человек очень жестко зависит от природы. Урожай или не урожай решает судьбы стран, народов, цивилизаций и многого другого. Ну, уж как минимум, качество жизни большинства представителей той или другой системы. Второй этап, когда природа превращается в источник сырья, на его заключительной стадии появляются даже шутки, которые были популярны даже в Советском Союзе. Берегите природу, источник ценного химического сырья. Ну, вот в этой шутке есть уже, как вы видите, намек на то, что необходим совершенно другой тип отношений человека и природы, общества и природы. В общественном производстве уж как минимум, это переход к бытию культуры. Вот, видите, я говорился, бытию природы как части культуры. Когда для нас озеро Байкал – это не водоем, из которого можно взять воду для того, чтобы производить производственные операции с вырубленным на берегу Байкала лесом для производства бумаги, а, прежде всего, культурная ценность. И главная задача – это не сбросы в воду сливать, а иметь вот этот уникальный природный феномен, культурное наслаждение которым даже чисто прагматически в условиях рыночной экономики может приносить прибыль гораздо большую, чем целелоз бумажный комбинат. Не говоря уже о каких-то более высоких смыслах. И эти смыслы мы еще будем раскрывать. Ну, вот давайте на этом закончим с производительными силами. Видите, сколько здесь интересных вопросов. А я еще не сказал про науку, которая на определенном этапе развития становится тоже производительной силой. И многое другое. Производственные отношения. Мы уже с вами зафиксировали, что в процессе общественного производства люди вступают в определенные производственные отношения. И что это за отношения, видимо, это очень интересный вопрос. Вот здесь у нас есть много различных видов производственных отношений. Ну, давайте посмотрим просто, какие отношения мы вступаем в рамках вот той буржуазной системы, в которой мы сейчас находимся. Это отношения к купле-продаже. Каждый из нас ходит в магазин, каждый из нас продает свою рабочую силу, когда идет на работу в частный или даже в государственный сектор. На предприятии частного или государственного сектора. Кстати, последнее мы не всегда сознаем, как отношение к купле-продаже. Далее. Достаточно очевидно, что мы являемся собственниками чего-то. Эту собственность мы присваиваем и отчуждаем. Покупая автомобиль, мы присваиваем его, он становится нашей собственностью, продавая квартиру. Надеюсь, что никому это делать не придется. Мы оказываемся лишены этой собственности, даже если там прожили наши бабушки, дедушки, папы и мамы. Ну и так далее. Но это только очень маленькая часть отношений собственности, присвоения, отчуждения. Безусловно, главная проблема это присвоение основных общественных богатств. А 90% из них сосредоточено в руках всего нескольких процентов населения России. Да и в мире в целом концентрация богатства очень велика. И это богатство, прежде всего, не личный автомобиль или квартира. Это та же индустриальная система. Это информация. И это огромное количество товаров-симулякров. Всего того, что вертится на финансовых рынках. Валют, активов в различных формах, акций, облигаций, страховых обязательств, деривативов, вторичных деривативов. Ну, для вас, наверное, звучит как абракадабра, ну и слава богу. И не надо, чтобы вы в этом разбирались. Но это я так, наполовину в шутку, естественно. Поэтому отношения собственности становятся вторым большим пластом производственных отношений. Далее выясняется, что почему-то в этом общественном производстве, на этом рынке, в этих отношениях частной собственности с элементами государственной, есть еще и что-то такое, что делает одних бедными, других богатыми. И эти отношения, социальные измерения экономической жизни, связаны с распределением дохода и с распределением богатства. Ну, о распределении богатства мы поговорили. Соответственно, следующий пласт это распределение богатства. То есть распределение дохода. И это распределение дохода осуществляется в условиях буржуазного способа производства. Каким образом? Ну, я думаю, для вас он достаточно очевиден. Одни получают заработную плату, другие получают прибыль. При этом прибыль включает в себя очень разные компоненты. Это может быть процент на вклад. Ну, предположим, что у вас лежит там миллиард рублей. Хорошо, пусть не долларов, да, миллиард рублей. Ну, и вы получаете каждый год, там, скажем, 5% с этого миллиарда рублей по банковскому вкладу в рублях. Как будет 5% от, как говорится, миллиарда? 5 миллионов, да? 50 миллионов, извините. Видите, нолик потерял. Ну, в принципе, на 50 миллионов в год можно прожить. С трудом, конечно. И, как говорится, отказываясь я в самом необходимом, приличную яхту новую, то купить невозможно. Но, тем не менее, прожить можно. Приличная яхта, если в ней метров 30 стоит уже, нет, ну, наверное, в рублях, да, как миллионов сто. Я, правда, ни разу не покупал, не приценивался. Так что это фантазия чистой воды. Ну, хорошо. Значит, если говорить серьезно, то здесь существует принцип, когда наемный работник продает свою рабочую силу, а собственник капитала получает, прибыль получает. Одно из ее разновидностей, прибыль действующего, функционирующего капиталиста, процент рантье, может получать какие-то другие виды доходов, в том числе ренту, интеллектуальную ренту. Довольно богатый спектр. Но в любом случае в этом мире очень различаются. Качество жизни в России, разлив 10% самых бедных и 10% самых богатых, составляет по официальной статистике 16 раз. Это в два раза больше, чем в Западной Европе, в три раза больше, чем в Советском Союзе, в два с половиной раза больше, чем в Скандинавии. Там, как сказать, социальное неравенство было чуть выше, чем в СССР, как ни странно. Вот. Есть, правда, страны, в которых социальное неравенство еще выше, ну, например, в Индии, где 10% это нищета, и доиндустриальный способ производства, вы уже знаете, да, что это такой ручной труд, крестьянина с валом, плугом и так далее. Это не шутки. Это добрая сотня миллионов человек в этой стране. Ну, а есть миллиардеры, которые, причем долларовые миллиардеры, которые живут, скорее всего, не в Индии. Вот такие чудеса. Ну, и в России реально этот разрыв выше, чем по официальной статистике. Напомню только, что по числу долларовых миллиардеров Россия занимает одно из первых мест в мире. Не самым большим населением и с достаточно низким уровнем доходов в среднем людей. У нас медианная средняя заработная плата составляет 35 тысяч рублей. Подчеркиваю, медиальная, да, половина получает меньше 35 тысяч рублей, половина получает больше 35 тысяч рублей. А это всего лишь 500 долларов по официальному курсу, по покупательной способности чуть больше. Почему? Вот производственные отношения, объясняющие способ, каким распределяется доход и перераспределяется доход, вот они как раз и характеризуют еще один пласт производственных отношений. Соответственно, я упомянул термин перераспределение доходов. Это перераспределение существует в любом обществе, в самых разных формах, начиная от бандитизма, узаконенного и неузаконенного, и заканчивая налогами. Ну, налоги в данном случае это ключевой способ перераспределения доходов. Во многих странах, приведу только один пример, который для вас, как неэкономистов, наверное, наиболее интересен, это налог на доходы физических лиц. Вот этот налог, так называемый подоходный налог, может быть устроен очень по-разному. Вы, наверное, слышали дебаты между левыми и правыми. Левые настаивают на том, что шкала подоходного налога должна быть прогрессивной, а правые, сторонники либеральных идей, или правые консерваторы, как правило, стоят на том, что шкала должна быть плоской. Плоская шкала – это когда учитель, рабочий, любой работник и миллиардер, долларовые, платят одинаковый налог в 13% со своего дохода. А прогрессивная шкала, она есть даже в Соединенных Штатах Америки. Там бедный не платит ничего и более того, получает пособие и целый ряд других привилегий. А богатый платит 35% минимум, это если Трамп у власти, или 39% если у власти, кто у нас там, Обама был, перед Трампом, такой более-менее демократ. Вот такие чудеса. В Европе богатый платит 45%, бедный получает 800 евро в качестве пособия. В скандинавских странах богатый платит 55%. В России, подчеркиваю, это одна из очень немногих стран, всего 10%, стран, в которых плоская шкала налога на доходы граждан. Вот эта система показывает, как перераспределяется доход, более или менее справедливо. Соответственно, возникает проблема социальной справедливости в их экономическом прочтении на уровне производственных отношений. Следующий блок производственных отношений это отношения в госпроизводство. Для непосвященных самая темная материя, но на самом деле я только назову несколько аспектов этой темы, и вы поймете, о чем речь. Речь идет о том, у нас кризис или у нас развитие. У нас развитие или просто количественный рост. Количественный рост может быть разным. Вот в нулевые годы в нашей стране был экономический рост. Порядка 6, говорят, даже 7% в год. Высокие темпы. Сейчас мы никак больше 2% не можем получить. А 7% за счет чего? А за счет того, что цена на нефть, газ и так далее поднялась во много раз. До 150 долларов за баррель. И после периода, когда она была на уровне 20-30, подъем цены в 5 раз дал очень большой эффект. Страна сидела и продолжает сидеть на нефтяной игле. И вот за счет высоких цен на нефть начался экономический рост. И он очень много дал не столько экономики, не столько производительных силам. Колько кому, тем, кто стал как раз этими самыми долларовыми миллиардерами, обеспечив нам одно из первых мест в мире в этом не самом лучшем измерении. Ну, несколько повысились и доходы населения. Поэтому может быть разный рост, может быть развитие, когда растет продолжительность жизни, качество образования, качество жизни, решаются экологические, социальные проблемы и так далее. А может быть вот такая экстенсивная штука. А могут быть и кризисы, как мировые экономические кризисы 2008-2010 годов. Вы были маленькими, когда он случился. А для меня это было очень важное событие. Все заинтересовались марксизмом в связи с этим кризисом. Второй кризис начался накануне пандемии, зимой 19-20 года, прям по Марксу через 10 лет. Пандемия, в общем, все смазала, и кризис уже стал скорее связанным с пандемией, с коронавирусом, а не только с финансовыми и экономическими проблемами. Ну, далее я не буду останавливаться на теме производственных отношений. Давайте зафиксируем. Значит, есть определенный тип производственных, то есть определенные блоки производственных отношений. Первый компонент это способ связи производителя и потребителя или способа локации ресурсов. Это рынок, но и может быть не только рынок, может быть натуральное хозяйство, как на даче. Сам произвел, сам съел. Или в помещичем хозяйстве община произвела, община съела, отдав половину помещику, который обожрался. Помните знаменитые строчки? Я же три часа, а в три дня не свариться. Вот, кстати, знаете, почему кровь пускали прежде всего врачи в средневековье, вплоть до 19 века в качестве главного средства лечения? Потому что народ страдал от апоплексических ударов на почве обжорства. Это без шуток, без всяких, это серьезный медицинский факт. Ну вот, значит, есть натуральное хозяйство, есть рынок, а есть и плановая система, которая развивается, в том числе, в недрах современного капитализма. Это способ по локации ресурсов. Есть отношение собственности, в частности, наемного труда и капитала, есть отношение распределения доходов и отношение воспроизводства. Давайте вернемся к нашей картинке. Вот, это производственные отношения, вот они. Социальная структура. Данные производительные силы и данные производственные отношения обуславливают формирование определенной социальной структуры. И формирование этой определенной социальной структуры приводит к тому, что мы имеем классы и социальные группы, а также межклассовую и внутриклассовую диффузию. классы это большие группы людей которые занимают особое место в общественном производстве вот этот самый способ производства диктует особое место людей и дальше мы можем сказать есть те кто занят различными видами деятельности прежде всего эта деятельность по управлению те кто становится так или иначе хозяевами или ближайшими слугами хозяев надсмотрщиками своего рода да но в современных условиях это на самом деле гораздо все сложнее и те кто непосредственно работает вот это огромное разделение труда разделение труда на умственный физический я бы сказал даже скорее на творческий репродуктивный вот она лежит в основе классового деления но непосредственно классовое деление диктуется производственными отношениями помните я в начале лекции сказал надо бы как-то объяснить почему даже наемные рабочие которые получают в десятки раз меньше чем собственник капитала голосуют за партию тех кто представляет интересы капитала в россии происходит на регулярно ответ довольно простой тоже партия капитала воспроизводит систему капиталистического способа производства и люди в целом не готовы на смену капиталистического способа производства на другой тоже капиталистический способ производства это то как они работают это то что они ведь живут мечтой о покупке товаров в магазине шоппинг одно из высших наслаждений жизни я без шуток это говорю это то что они ориентированы на максимизацию денег это что они мечтают стать когда-нибудь собственниками капитал чем парадокс состоит в том что чем беднее человек тем больше он поддерживает как правую систему в надежде что однажды он то ли в лотерею выиграет то ли какой-нибудь супер-пупер малый бизнес замутит и станет очень богатым особенно среди молодежи эта иллюзия бродит как чем хуже положение тем больше к эти ощущения что вот я тут срочно что-нибудь какой-нибудь стартап словечко выучит что такое не знают кати организую и стану миллионером да еще и смотрят как на картинке какая-нибудь хоть как так девушка мягко у меня нехороший сленговый термин вертелся в голове научился кое-чему от вас друзья молодые студенты так вот девушка посмотрев на какую-нибудь финтик вот видите петь и вылезает другую девушку 20 лет которая получает миллионы рублей то и миллионы долларов кать просто пройдясь по подиуму считает что она то гораздо красивее да и пройтись по подиуму может без проблем и почему она собственно не должна получать этот миллион и затем ей голосовать социализм который заставит ее всерьез учиться по-настоящему работать и в университете не дурака валять пахать как лошадка молодая красивая но лошадка и так далее и тому подобное когда можно пройтись по подиуму получить миллион молодой человек точно также посмотрев на какого-нибудь героя какого-нибудь очередного блокбастера понимаешь он может стать миллионером просто так тьфу раз-два и без всяких проблем да уж если ты программист то безусловно ты создаешь империю билла гейтса то есть или кого-нибудь еще через несколько лет тем паче что яндекс создали такие же как ты и в общем даже поглупее вот это создает иллюзия объективные люди но не случайно она формируется объективными производственными отношениями материалами и и формирует рынок и действительно хоть один из ста обогащается очень быстро и как сейчас сказать бенн круто да хотя большинство оказывается по-прежнему в этом бедном положении и вот этот рынок который производственные отношения рынка который диктует к каждому мелкобуржуазное сознание делает каждого тем кто мечтает вещах ну кто-то мечтает просто пойти в мегамол кто-то мечтает о том что он купит вещь в бутике кто-то о том что он поедет на неделю высокой моды в милан а кто-то правда едет милан для того чтобы не любоваться на какие-то там чудеса высокой моды и покупать за 50 100 тысяч долларов какую-нибудь шмотку а для того чтобы участвовать в конференции предприятий захваченных рабочими это уже другая как сторона медали это уже классовый интерес наемных работников как тех кого эксплуатирует капитал быть не просто наемными рабами а быть собственниками предприятий создавать коллективные предприятия если бизнесмен не может нормально эффективно хозяйствовать предприятие разоряется не дать продать его с молотка просто захватить и начать производить на нем нужную продукцию переведя его в режим коллективной собственности это реальная практика и конференция в милане это не выдумка вот наталья геннадьевна в ней участвовал пять пару лет назад точно так же поступают рабочие в бразилии точно так же поступали рабочие в россии в конце 90-х начале нулевых годов на 40 предприятиях прошли оккупационные забастовки поступают рабочие реализуя свой интерес как класса наемных работников включаясь в деятельность профсоюзов поддерживая левые партии приводя их к победе как это произошло в чили семидесятые годы до фашистского переворота альенда президент социалистическими взглядами победил на кубе до этого в боливии буквально год назад венесуэле 20 лет назад когда был избран чавес во многих других регионах мира пожалуйста мы можем найти такие примеры да и китае такой очень странный парадокс кать системы соединяющие элементы социализма и позднего капитализма 40 всякими разными деформациями наоборот кать позитив но не дифференции я бы сказал так прогрессивными регрессивными мутациями того и другого такая история уважаемые коллеги формируются классы классы которые занимают разные положения в общественном производстве по-разному включаются в производственные отношения и два базовых класса при всех сложностях социальной структуры современной это класс наемных работников на одном полюсе и класс собственников капитала на другом для нашей страны это по-прежнему характерно наиболее массовые представители нашей с вами россии если говорить о социальной структуре это наемные рабочие наемные рабочие которые заняты в супермаркете это водители это станочники и так далее и тому подобное это наиболее массовые профессии включая курьеры они могут работать в сфере торговли в сфере услуг в сфере материального производства транспорта как части материального производства но в любом случае как это класс наемных рабочих фактически в положении наемных рабочих находятся и кати рядовая интеллигенция ну человек любой не рядовой до личности уникум но тем не менее вот это очень важно и интерес этих людей на самом деле другой чем интерес кать собственников капитала тех самых миллиардеров долларовых и миллионеров долларов которые господствуют нашей стране являются собственниками кать большей части нашего национального богатства практически 90 процентов мы не национального богатства я имею дукоть капитала до в случае нити я не точно термин употребил и через интересы расходятся и всякий раз когда мы говорим о каких-то фундаментальных ценностях и проводится серьезный социологический опрос выясняется что большинство граждан россии выступает за ценности адекватные классовым интересам наемных рабочих они выступают за то чтобы базовое богатство находилась руках общества не в руках частной собственности национализацию фактически всех сырьевых это предприятий инфраструктуры и так далее за то чтобы общественными были и бесплатными образование здравоохранение они выступают за прогрессивный подоходный налог то есть чтобы миллионер отдавал половину своего дохода бедный не отдавал ничего кать в общественную казну наоборот получал из нее достаточно серьезные блага и так далее точно также представители правых и правые партии выступают с прям противоположных позиций тем самым и вот видите сделали уже шаг к пониманию политики но прежде чем говорить о политике давайте уточним современная экономика это поздний капитализм капитализм в стадии своего заката этот закат где-то и в чем-то красив длителен он может продолжаться столетия но это закат это нисходящая фаза развития способа производства тезис очень спорный я постараюсь его обосновать в следующей лекции сейчас пока примите его как гипотезу которую предлагает профессор бузгалин опираясь на работы своих коллег с авторов моих учителей в частности эрнеста мандал одного из крупнейших экономистов марксистов 20 второй половины двадцатого столетия об этом же пишет джемисон логика позднего капитализма можете почитать но только на английском вот соответственно что соответственно мы попадаем в структуру позднего капитализма социальную структуру позднего капитализма мы в нее попали мы в ней находимся где существует межклассовой диффузии внутри классовый диффузии внутри классов происходит очень высокий уровень социального расслоения и одна часть наемных рабочих получает десятки раз меньше чем другая часть наемных рабочих даже люди одной и той же специальности вот общественной теле дни россии катика частности программа отражения в которой я регулярно участвую и сегодня наверное будет эта информация в 7 часов вечера или во сколько там итоговую программу них меня записывали вчера они провели социологическое исследование очень интересное сколько человек получает за час и выяснилось что представители одних и тех же профессий почему самых примитивных например уборщица до 5 получает на периферии за час 40 рублей 40 рублей в час до если она работает в доме супермиллионеры кать имеет какой-нибудь соответствующий сертификат хотя делает все тоже самое она получает две тысячи рублей одна и та же уборщица то же самое можно сказать о ком угодно вплоть до профессор профессор в региональном бедному вузе получает раз десять меньше чем профессору кать в московском государственном университете вышки профессора получают еще в разы больше хотя на самом деле как все одно и то же на периферии работают очень талантливые профессора университете не все профессора мягко говоря соответствует своему званию вот насколько я соответствую судить вам дорогие друзья поэтому существует вот внутри классовой диффузии очень сильная существует формирование межклассовых кать слоев широкий слой появляется фрилансеров с одной стороны прикряд люди которые не имеют устойчивой занятости и находятся в положении то кать богатого буратины какой-нибудь журналист он написал несколько престижных материалов или подготовил их там макать получил высокие гонорары он богат он написал что-то такое что не понравилось власть имущим и ему выдали волчий билет ну не буквально фигурально его нигде не публикует он вынужден бегать и разносить пиццу кать хорошо если хватает на это силы здоровья вот это прикряд дать и к сожалению значительная часть молодежи именно в этом как пространстве пространство прикряд а сейчас находится а а сейчас политики соответственно политика является продолжением вот этих производственных отношений социальной структуры непрямым безусловно как с определенными своими специфическими чертами но именно политика непосредственно дана нам в общественных отношениях и здесь принципиально важно то что глубокие внутренние противоречия современного общества приводит к тому что на одном полисе формируется так или иначе круг левых на другом полисе так или иначе формируется круг правых правые выступают за сохранение рынка капитала социального неравенства и считают что именно в этом основа прогресс они соответственно формируют свою идеологию либеральную идеологию когда-то либеральная идеология была прогрессивной да и сегодня для феодальных стран она остается прогрессивной но для 21 века и даже для 20 века это уже идеология тех кто тянет назад спорный тезис опять гипотеза и дальше надо очень много на эту тему говорить спорить и мне будет интересно это сделать но как пока я рассказываю то что считаю правильным а вы можете как с этим дискутировать и наверно будете дискутировать соответственно формируется и политика левых тех кто считает что капиталистическая система устарела ей на смену должен идти новый общественный строй который диктуется логикой развития производительных сил производительных силах формируются основы для того чтобы человек занимался творческой деятельностью свободным трудом не был придатком машины не был функции от начальника по принципу ты начальник я дурак хотя любой наемные рабочие это функция функция станка функция конвейера функция хозяина или мастера который выполняет роли представителя хозяина на предприятии на рабочем месте от этого можно и должен идти к деятельности педагога во всех его ипостасях от воспитателя детского сада до профессора университета к деятельности медика во всех опять таки ипостасях вот нянечки сиделки которая спасает человека от тоски одиночества и страха смерти до как гениального хирурга деятельности тренера социального работника художника ученого инженера программиста это деятельность уже лежащая в пространстве культуры которая позволяет человеку быть чем-то кто уже не подчиняется классовому делению соответственно это будущее рождается из необходимости уйти от супер концентрации капитала социального неравенства и перейти к общедоступному образованию здравоохранению эти включению каждого в достойный труд ну то есть вот двигаться к социалистическому будущему это уже как политика левых партий она может быть умеренно левый как у социал-демократов она может быть радикально левый ориентированный на революцию как у коммунистов нам может иметь экологический аспект будет какой-нибудь красно-зеленый альянс как например в дании да или в австралии взял два абсолютно противоположных как полюса даже разные континенты она может быть какой-то еще но в любом случае это достаточно очевидный тренд точно так же как и правы могут выступать за либеральные точнее уже даже не в либеральной ценности как таковые а могут все это соединять еще и с консерватизмом и примесями феодализма что очень характерно для стран полупериферии и отчасти характерно для россии где как ценности российской империи какие всего что для нее было характерно перемешиваются с ценностями экономического либерализма но и все это отражается в соответствующих идеологических трендах вот такова структура общественно-экономической формации я вам рассказал только про одну из них точнее я все это рассказал например только одно из них той в которой мы находимся буржуазно-общественно-экономической формации на самом деле их много и они разные даже в современном пространстве кроме буржуазно-общественно-экономической формации есть много другого внутри капиталистического способа производства внутри как буржуазные надстройки и идеологии господствующие формируются элементы коммунистического будущего коммунистического общества они формируются на уровне производительных сил это все то что функционирует в пространстве вообще доступных бесплатных ресурсов знаете вот один из лозунгов левых соединяя производительные силы с идеологией сразу да вот такой скачок от крайнего основания то есть от фундаментального основания до высших этажей надстройки до крыши от фундамента до крыши давайте используем строительный образ да вот в производительных силах рождается такой важнейший ресурс средства производства в некотором смысле как информация она по своей природе не уничтожимы неделимы ей можно делиться сколько угодно и и не убудет вот отсюда рождается идеологический лозунг призыв левых все что можно раздавать не теряя не должно продаваться еще начали все что можно раздавать не теряя не должно продаваться вот по этому принципу работает википедий поэтому принципу работает огромное количество катя пространств в которых люди делятся друг с другом знаниями информации к культурными ценностями не беря за это ни копейки пространство где производятся такие ресурсы и ценности вот наш канал youtube альтернативы не знаю насколько он ценный но делается он именно на этом основании мы делимся ничего не теряем ничего за это не получаем и никому ничего не платим и вы можете это использовать естественно совершенно бесплатно ну то что на этом всем немножко наживается youtube это неизбежно но видимо так устроена система что все ростки коммунизма при капитализме всегда немножко запачканы капиталом и рынком это рождение внутри разные системы нового общества будущего общества коммунистического я не боюсь об этом говорить открыто с другой стороны внутри буржуазного мира господствующего на земном шаре сохраняется многое от рабства и феодализма и азиатской деспотии предшествующих способов производства предшествующих общественно-экономических формаций я могу назвать но актуальнейший пример как того что произошло сегодня в афганистане когда снова женщина должна ходить закутавшись в я не помню кто у них там паранжа или что-то другое там есть какие-то различия в этих платках она не имеет право пойти в школу и университет без разрешения мужчины да и вообще неизвестно кто сможет туда пойти ведь господствуют экономические политические отношения характерные для феодального способа производства и соответствующих как форм организации политической и идеологической жизни и это не одна страна таких отношений очень много многих других странах мира да если как серьез покопаться в российской глубинке найти пережитки феодализма там можно в большом количестве и более того даже во властных иерархиях как города москвы не мало того что напоминает вас целитет феодальных времен знаете когда были так как там князья окне ей были соответствующие дворяне у дворян были свои какие-нибудь не знаю еще кто то такая вот иерархия с вас целитетом и личной зависимостью своего рода служением своего рода как это существовало но сейчас в москве она неформальная эта иерархия но существует они легальные мигранты находятся в положении полурабов полукрепостных вот он пожалуйста феодализм внутри современного капиталистического способа производства в очень глобализированном развитом мегаполисе я уж не говорю о глубинке вот обо всем этом обо всех тех разных способов производства их историческом развитии мы будем с вами говорить через неделю мы будем говорить о философии истории и выяснится что там не только способ производства информации есть но и многое другое интересное если смотреть на все это через призму марксизма сейчас давайте вернемся к еще одному вопросу кач который я стал пока в стороне и который я на закушку хочу вам предложить это проблема культуры культуры которая живет как бы вне вот этой структуры общественно-экономической формации и она действительно живет вне структуры общественно-экономической формации одновременно являясь тем что пронизывает всю эту общественно-экономическую формацию во всех ее измерениях во всех ее компонентах дело в том что культура есть идеальный срез, что ли, или идеальное отражение всех феноменов общественной жизни. Культурный срез имеет производительные силы. Мы с вами на лекции о материальном идеальном как-то говорили, что трактор может выступать в качестве феномена культуры и может выступать в качестве производительной силы. Если вы на этом тракторе пашите или используете его для перевозки тяжелых грузов на стройке, то это средство производства, часть производительных сил. А если для вас трактор это воплощенный в металле мысль конструктора, то это феномен культуры. В зависимости от того, как вы смотрите на трактор, как на культурный феномен, как на определенную технологию, как на определенные инженерные решения, которые нужно подвергнуть творческому распредмечиванию, для того, чтобы создать новый, более прогрессивный, более эффективный, культурный, то есть более культурный, нет, более прогрессивный агрегат, более эффективное средство производства, новый трактор, более производительный, то вы тем самым распредмечиваете этот трактор, переводите его в пространство культуры и создаете новый феномен культуры, конструкцию нового трактора. Потом кто-то его предмечивает в металле, и дальше этот трактор, если это выставочный образец, это феномен культуры, а если это новая машина, которая опять работает в поле или настройке, то это средство производства. Это культурное измерение производительных сил, есть культурное измерение производственных отношений, в которые мы вступаем, и которое превращается в все то, что связано с нашими общественными отношениями в сфере экономики, и так далее, и тому подобное. Культура живет, формируя свои особые подпространства, подпространства образования, науки, искусства, которые диффузны и трансформируют одно в другое достаточно легко. Вот на самом деле, чем занимается искусство ведения? Как сказала профессор Булавка, это трансформация понятий в образы и образов в понятия. Вот, пожалуйста, что это культура? Это культура как наука, культура как искусство. Есть пространство образования, в котором человек занят в процессе опредмечивания и распредмечивания. Вот почитайте работу Натальи Геннадьевны, она сейчас здесь у нас в пространстве, да, находится нашего курса. Там очень интересно показано, что образование это как раз та сфера производственных отношений, где происходит опредмечивание и распредмечивание культурных богатств и формирование личности как культурного феномена. Что это, культура или это производственные отношения? Есть культурное измерение образования. Ну и так далее. Дальше я в эту сферу уходить не буду, просто хочу, чтобы мы это для себя зафиксировали. То, что культура, это очень интересный такой феномен, об определении культуры сломали себе, что ломают в данном случае, голову, да, крупнейшие мыслители человечества 20 века и не только 20 века, естественно. Давайте теперь вернемся к производственным отношениям, производительным силам и всему остальному. Есть еще одна интереснейшая проблема, которую я сейчас анонсирую. Это проблема перехода от одной общественно-экономической формации к другой. Перехода от феодальной системы, которая включает в себя ручные орудия труда. Самые простые производители, ну не самые простые, но основанные на первом-втором технологическом укладе производительной силы. Включает в себя производственное отношение натурального хозяйства, личной зависимости, эксплуатации, крепостного. Включает в себя абсолютную монархию как политическую форму и так далее, да. Вот от этой системы к буржуазной, основанной на машине, рынке, капитале, политической буржуазной демократии, либеральной демократии и соответствующей идеологии. И перехода дальше в царство свободы от буржуазной общественно-экономической формации. Как они устроены, эти трансформации? Что такое реформа, что такое революция? Это тоже вопрос следующей лекции, да. Ну и наконец, я несколько раз на протяжении нашей сегодняшней беседы, пожалуй, монолога все-таки пока профессора Бузгалина, извините, я не представился для тех, кто на ютубе смотрит лекцию. Вот в процессе этого монолога я не раз говорил, что человек – это как капля, в которой отражается весь океан. Человек – это ансамбль общественных отношений. Каждый человек – это все сразу. Вот перед вами сидит производительная сила, перед вами сидит актор производственных отношений, перед вами сидит участник, то есть представитель определенной социальной группы, участник общественно-политического процесса, даже если вы ничего не делаете, вы все равно участник. Это пассивное, молчаливое большинство, которым манипулируют те, кто принимает решения в политической сфере. Я – носитель определенной идеологии, не буду скрывать коммунистической идеологии, ну и так далее. Мы все представители всего. Мы – производительная сила, мы – актор производственных отношений, член какой-то социальной структуры, социальной группы, класса, участник политического процесса и носитель определенной идеологии, а также еще и феномен культуры, личности. Субтитры создавал DimaTorzok